Всем привет и добро пожаловать на мой канал, где я рассказываю про жизнь с замененным тазобедренным суставом. Очень много вопросов про стоимость операции. Сколько стоит заменить сустав, в моем случае тазобедренный, в Германии? Я свою операцию делала давно, это был 2017 год. И на тот момент, когда я изучала цены, это было где-то от 10 до 35 тысяч евро. И зависело это от клиники, то есть насколько известная клиника, насколько у нее там высокий рейтинг. Есть клиники в более маленьких городах, я, например, делала в Коблинце. Там было немножко подешевле. Есть клиники в больших городах, известные клиники, например, в Берлине. Там цены доходят около 30 тысяч. Также зависит от того, кто вам делает. Вы можете себе выбрать профессора, можете себе выбрать обычного врача. Меня делал не профессор, а моей соседке делал профессор. Так вот, я осталась более довольна, потому что профессора, они все время заняты. И он к ней пришел по регламенту, он должен был три раза зайти к ней после операции к моей соседке. И он вот так вот зашел на пять минут, просто спросив, как ваши дела. Она сказала, все хорошо, и ушел. А мой доктор уделял мне очень много внимания. Я осталась очень довольна. И, конечно же, есть разница, делайте вы операцию как иностранец или как житель Германии. Потому что я знаю, что для жителей Германии, по-моему, 30% оплачивает больничная касса, 30% оплачивает государство, если я не ошибаюсь. И остальное оплачивает уже сам человек. То есть для людей, которые проживают в Германии, они делают операцию, конечно же, не по полной стоимости, а частично. И это одна из самых распространенных операций. То есть ее делают не в каких-то определенных местах или городах, ее вообще делают по всей Германии. И этих клиник просто какое-то невероятное количество. То есть очень популярные операции. Поправьте меня, люди, которые живут в Германии, жители Германии. Правильно ли я говорю про вот эти вот цифры, что житель Германии оплачивает только часть операции. И это очень популярная операция, потому что люди не терпят, а они сразу же пользуются своим правом сделать эту операцию. И если посмотреть на немецких туристов, у них никто не хромает. Они все носятся по экскурсиям, все полны жизни, энергии и выглядят очень молодо. Потому что как только появляется у них такой вопрос с суставом, они сразу же обращаются и делают себе замену за какую-то частичную стоимость. В комментариях очень многие люди пишут, что они делали операции на постсоветском пространстве и тоже были очень довольны. Поищите, почитайте. Люди пишут конкретные города, конкретные фамилии врачей. Моя знакомая делала замену тазобедренного сустава в Минске. Есть какая-то частная клиника, не помню, как она называется. Стоимость была тоже до 10 тысяч долларов и она осталась очень довольна. Современная клиника частная, где работают высококлассные специалисты, которые много лет проработали в государственных больницах. На моем канале, мне кажется, я ответила на все возможные вопросы по замене тазобедренного сустава. Так что ищите. Но если у вас есть какие-то свои вопросы, вы не хотите тратить время и пролистывать всю эту ленту, то я провожу онлайн-консультации, на которых я отвечу именно на ваши вопросы. Потому что у каждого свои вопросы. Кто-то очень сильно боится операции, я как психолог могу помочь. Кто-то хочет спросить просто технические вопросы. На какой день пошли, какие боли были, какое самое сложное время, какие таблетки стоит принимать и какие нет. Потому что после операции мне давали очень сильно действующие таблетки. Меня предупредили, что если ты можешь без них, то лучше без них. То есть есть очень много разных технических моментов, о которых полезно знать заранее. Пару слов о моем состоянии в данный момент. То есть операция у меня была 6 лет назад. Я чувствую себя отлично. Делаю зарядку каждое утро. Где-то по 10-15 минут. И также я занимаюсь онлайн со своим тренером. Самое главное, на что хочу обратить ваше внимание, когда вы занимаетесь физкультурой, ни в коем случае не делайте упражнения, при которых у вас щелкает в суставе. На ютюбе в некоторых роликах тренера говорят, что это неплохо, хорошо. Это значит, что вы разминаете свой сустав. Но мое мнение это то, что вы разрушаете свой сустав. Поэтому если у вас появляется прощелкивание какое-то или странные звуки, я бы вам не рекомендовала делать такие упражнения. Потому что это как раз таки моя история. Я занималась йогой. У меня он просто выщелкивался сустав. И я думала, о боже, я богиня гибкости. А на самом деле я просто разрушала свой сустав. Здесь, в Израиле, я сходила, сделала снимок. Сделали снимок обоих ног. Первая, которая протезированная, сказали, что все в порядке. И вторая нога тоже сказали, что все в порядке. Хотя в Минске мне ставили диагноз коксартроз второй степени. Может быть, они здесь по-другому диагнозы пишут. Но, в общем-то, я осталась довольной такой новостью. Потому что самая лучшая операция – это несделанная операция. И в то же время я очень счастлива, что я решилась на свою первую операцию. Потому что это полностью изменило качество моей жизни. И я горжусь всеми вами. Вы мне часто пишете «завтра операция», «через два дня операция». Я вам всегда пишу, что я с вами душой. Потому что я проходила и знаю, как это все сложно. И насколько это важный момент вообще во всей жизни. Я вам желаю хорошего дня. И буду вам очень благодарна за ваши лайки и комментарии. Потому что я очень давно не выкладывала видео на этом канале. И, конечно, сейчас очень сильно упадут просмотры. Поэтому, если можно, поставьте мне пару сердечек. И, конечно же, я жду вас с удовольствием на своей онлайн-консультации. Где я отвечу на все ваши вопросы. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok